Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Несколько раз уважаемые подписчики спрашивали по поводу сыра Филадельфия. Сегодня мы решили приготовить такой сыр. Несколько слов из истории. Сливочный сыр или крем-сыр, как его называют во многих регионах, начал производиться, начиная с XIV века, в южных регионах Франции. Непосредственно сыр Филадельфия тоже начал производиться в 1887 году именно в городе Филадельфия. Филадельфия в то время был гастрономической столицей Соединенных Штатов, можно так сказать. Ну и, собственно говоря, что это за сыр? В первую очередь, крем-сыр можно использовать для бутербродов с различными наполнениями. То есть добавлять в него зелень, добавлять паприку, в общем, добавлять можно все, что угодно, использовать как бутербродный сыр. Но основные наши, как бы, основные блюда, которые мы знаем, которые наиболее известны в нашем регионе, сыром Филадельфия, это роллы Филадельфия. То есть это разновидность суши, наверное, все знаете, все бывали в суши-барах. И вот, наверное, самые популярные роллы Филадельфия с красной рыбкой. И второе блюдо, которое известно, я уверен, практически каждому нашему зрителю, это чизкейк Нью-Йорк. Кстати, собственно говоря, целью приготовления сыра Филадельфия у нас послужил именно чизкейк Нью-Йорк. Вот захотелось нам сделать классический чизкейк, не из рикотта, а именно из сыра Филадельфия. Лариса долго собиралась, и вот, наконец, у нас будет теперь такая серия сыр Филадельфия и чизкейк Нью-Йорк. Но об этом позже. Сейчас о сыре. Сыр мы готовим из фермерского молока, не пастеризованного молока вчерашней дойки. Можно готовить из пастеризованного, из ультрапастеризованного нельзя. Значит, молоко у нас сутки отстоялось, и помимо этого мы еще готовим для себя... Чего мы для себя готовим? Что-то имеешь витрющее. Ну, второй сыр какой? А, моцареллу. А, моцареллу, да. И мы сняли сливки. Значит, на 5 литров молока, ну вообще в классике на 5 литров молока, вам понадобится пол-литра сливок. То есть, если вы используете покупное молоко, наверняка можно использовать и покупные сливки. Нам понадобится из специальных ингредиентов молокосвертывающий фермент. Название и классификацию фермента я поместил в описании... Извиняюсь. Ну да, в первую очередь нам понадобится закваска. Молочно-кислые бактерии. Вот, название и классификацию закваски я поместил в описании видео. Фермент мы используем растительного происхождения. Также название фермента и его, так сказать, количество. В общем, количество всех ингредиентов можете прочитать в рецепте в описании видео. Помимо этого, нам понадобится хлористый кальций. Если вы готовите из фермерского молока, хлористый кальций не обязательно. Он может использоваться опционно. Если вы готовите из пастеризованного молока, то хлористый кальций надо использовать обязательно, потому что при пастеризации ионы кальция, они как-то расщепляются на что-то. Ну, в общем, я точно биохимию процесса не знаю, но они в молоке пропадают. Поэтому хлористый кальций надо добавлять обязательно. Из оборудования нам понадобится водяная баня. Мы используем мармит-харека. Это прибор для горячих блюд, для линии раздачи и столовых. Продается в интернете. Вот у нас лично 25 литров мармит. Ориентировочная стоимость его 80 евро. И используем гастрономическую емкость. В данном случае у нас емкость на 10 литров. Помимо этого из оборудования нам понадобится марля, друшляк и шумовка. Говоря, все, что нам необходимо для приготовления этого сыра, друзья. Итак, начнем. Сначала, друзья, процедим наше молочко через марлечку. Вот такую вот мы используем мелкую марлечку. Лариса мне поможет? Процеживаем молочко. Фермеры процеживают после дойки. Но мы, так сказать, действуем по принципу, лучше перебдеть, чем недобдеть. Может попасть какая-то сыринка, образоваться какой-то сгусточек. Ну, в общем, чтобы ничего не попало в наш нежнейший сыр в Филадельфе, процеживаем молочко через... Естественно, если вы покупаете магазинное молоко, то наверняка его процеживать не надо. Процедили молочком. И сюда же отправляем наши сливки. Теперь, друзья, нам надо нашу смесь молока и сливок нагреть до температуры 36 градусов. Греть на плите не рекомендуется. Обязательно надо использовать водяную баню. Тогда результат будет гарантирован. Если у вас нету такого мармита, вы можете просто использовать две кастрюли. Большую кастрюлю и меньшую кастрюлю, которая будет помещаться в большую и фиксироваться на ручках. Наливаем в большую кастрюлю воды. Таким образом, чтобы когда поставить в нее меньшую кастрюлю, ее дно касалось поверхности воды. Ставим большую кастрюлю на любой нагреватель. То есть, либо на газ, либо на электроплиту. И получаем классическую водяную баню, друзья. Друзья, включили нагрев и для контроля температуры используем вот такой термометр, который крепится на бортик кастрюли. Очень удобно, очень рекомендую. На Алиэкспрессе такой стоит порядка доллара. По объявлениям, допустим, в Украине на OLX можно купить где-то за 50-60 гривен. Друзья, ждем, пока наше молочко нагреется до температуры 36 градусов. Температура нашего молочка, друзья, достигла 36 градусов. Настало время внести закваску или молочнокислые бактерии. Напомню, вносим, напомню, вернее, вносим мизофильную закваску. И именно тип закваски, я не запомню латинское название, тип закваски я прописал в описании к видео. Рассыпаем закваску по поверхности молока, ждем минуту, чтобы закваска регидрировалась. Что-то я сегодня заговариваюсь, извините, друзья. Я вчера обжег глаза электросваркой, у меня была бы сонная ночь. В общем, ну, нахватался зайчиков, как говорят. Поэтому сегодня у меня язык не работает. Хорошенько перемешаем закваску. Ну, перемешиваем? Ну, минутку-две. Ну, минутку-две. Ну, хорошо. Тогда, чтобы не затягивать видео, через минутку вернемся. Хорошенько перемешиваем закваску, чтобы она распределилась по всему объему молока. Не забываем, что у нас сверху каждый раз при перемешивании будут подыматься сливки. Поэтому перемешивать надо особо тщательно. И в данном сыре, я не знаю по какой причине, но так я перешерстил с десяток рецептов. Время внесения закваски всего лишь 2-3 минуты. Поэтому засекаем 2 минуты. В это время подготовим хлористый кальций и молокосвертывающий фермент. Значит, по поводу хлористого кальция. На 5 литров молока мы вносим 1 чайную ложку 10% раствора хлористого кальция. И, соответственно, молокосвертывающий фермент мы используем растительный. Химозин он правильно называется, да? Используем растительный химозин. Этот фермент делается из каких-то особых грибов. Нужное количество молокосвертывающего фермента. Тоже количество я точно написал в описании видео. Именно под наш объем молока высчитал все. Нужное количество фермента. Растворяем в 50 мл теплой кипяченой воды. Нам надо это подготовить, чтобы у нас было все готово. Через 2 минуты начнем вносить вначале хлористый кальций, затем молокосвертывающий фермент. Через 2 минуты внесем раствор хлористого кальция. Если у нас молоко не пастеризованное, то вносим 1 чайную ложку. Если молоко и то, это опционально, не обязательно. Если молоко пастеризованное, то вносить хлористый кальций обязательно. Тогда вносим 2 чайные ложки. Хорошенько перемешиваем, ждем еще 2 минуты. Вносим молокосвертывающий фермент. Хорошенько все перемешиваем. И помещаем нашу емкость в теплое место. То есть это должна быть теплая комната, либо где-то помещение хорошо отапливаемое. Дело в том, что процесс образования сгустка в этом сыре длится 12 часов. И нам очень важно, чтобы температура находилась в пределах 22-23 градусов. Очень желательно, чтобы не падало ниже 22, а 20-21 это уже критично, друзья. Итак, мы внесли молокосвертывающий фермент. И помещаем полностью кастрюльку, накрываем ее крышкой. Мы ее ставим в комнате, ну в жилой комнате. Подняли с помощью регулировки отопления, подняли температуру до 23 градусов. И ставим его рядом с батареей на 12 часов. Итак, друзья, завтра уже мы увидимся с вами и продолжим наши действия с сыром Филадельфи. Прошло 12 часов, друзья. И вот как выглядит наша Филадельфия. Она так потрясающе пахнет. Где-то через 2-3 часа после того, как мы поставили сгусток в теплое место, сверху появился слой сыворотки. Через 12 часов сгусток полностью всплыл и стал достаточно плотный. Вся сыворотка находится снизу. Теперь нам надо переложить этот сгусток в фильтрующую ткань. Мы взяли друшлачок, вот такой вот, и капроновую сетку. Пишут в рецептах, что марлю использовать нельзя. Я так понимаю, что он очень нежный и через марлю он начнет процеживаться. Итак, друзья, перекладываем наш сгусток. Слушай, он такой уже как крем-сыр. Ну да, но ему надо еще стечь. Ну да, я понимаю, что процесс. И сгустка много так. Ого, это из скольки мы делали, из 6 литров молока, да? Да. Перекладываем сгусток в такое импровизированное приспособление для стекания. То есть друшлачок застелили капроновой сеточкой. Главное, чтобы друшлачок не шлепнулся. Я так понимаю, что в этот друшлячок у нас все не поместится. Неожиданно большое количество сыра получилось. Ну и вот по сыворотке вижу, она реально как водичка. То есть я так понимаю, что в сыворотке не осталось уже ничего. Перекладываем аккуратно, чтобы наш сгусток не разломать и не ловить потом по сыворотке, друзья. Сейчас подготовим еще одну форму. Взяли мы друшлачок побольше, потому что реально я не рассчитывал на такой выход сыра. Реально, на мой взгляд, килограмма полтора сгустка получилось. Ну, посмотрим. Давай будем смотреть по выходу. Ну да, она же течет. Мы потом обязательно взвесим. Друзья, выкладываем вот таким вот образом наш сгусток весь в друшлачок. И оставляем его на 8 часов стекать тоже в тепленьком месте. То есть охлаждать его сильно сейчас не стоит. Ну, в рецепте нигде это не написано, но руководствуясь нашим опытом, мы предполагаем, что должен он стоять все-таки стекать в теплом месте, чтобы сгусток не охладился. Итак, друзья, до встречи через 8 часов. Дорогие друзья, наш сыр стекал 8 часов, как я и говорил. Ну и, собственно говоря, получилась вот такая вот пастообразная. Ну, он совершенно однородный, совершенно пастообразный. Вот думал, как это показать и решил, а намажу-ка я его на хлеб. Возьмем немножко сырочка, чтобы было хорошо видно, что он именно правильный. Видите, как мажется. Практически как мягкое масло. То есть вообще никакой зернистости у него нет. Ну, то есть такой, как должен быть мягкий сливочный сыр Филадельфия. Все у нас получилось очень правильно. И, собственно говоря, сейчас расскажу, что с ним дальше можно делать. Попробуем. Сырочек отличный, но он не соленый. Попробую его присолить. Он реально очень вкусный. Можно еще перчика немножко. Главное, чтобы основной сыр не насыпать. Божественно. Итак, если мы хотим использовать этот сыр как бутербродный или как сыр для суши, то как минимум его надо посолить. Отбираем нужное нам количество. Солим, перемешиваем, добиваясь нужного вкуса. Если хотим использовать как бутербродный, можем добавлять сушеный базилик, сушеную паприку, любые свежие травы, чеснок. Ну, поле для деятельности огромное. Добавлять можно все, что угодно. Использовать как бутербродный сыр. Если мы хотим из него сделать чизкейк, вот в частности мы хотим из него сделать чизкейк, то оставляем его таким, как он есть. Хранится Филадельфия может в холодильнике, в пищевом контейнере 21 день. Ну, по крайней мере, так написано в рецепте, что вот его такой средний срок хранения 21 день. Но мне кажется, что как любой сыр может храниться дольше. Главное поместить в контейнер, чтобы не было доступа воздуха, чтобы не попадали лишние бактерии. Очень вкусный сырок. Реально доволен результатом. Потрясающе. Друзья, сливочный мягкий сыр Филадельфия, грим-сыр Филадельфия у нас удался. И вам желаю, собственно говоря, того же. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На все вопросы в комментариях мы с Ларисой отвечаем обязательно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, а мы будем делать для вас новые интересные блюда. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok